Чем дешевле энергоресурсы, естественно, тем больше конкурентное преимущество предприятия. И борьба за дешевые доступные энергоресурсы для таких заводов химических, это задача номер один. Потому что невозможно конкурировать у российских предприятий ГАЗ 70 долларов, а нашим продают по 350, рассказывают, что идите конкурируйте. Кредиты в Европе по 2% годовых, а у нас по 22. Как можно конкурировать в таких условиях? Конкурируют за счет только, к сожалению, низкой заработной платы. А к чему это приводит? Потому что люди берут и уезжают на запад, уезжают в Россию, где выше зарплата. И в итоге получается замкнутый круг. Конкурируют за счет низкой зарплаты, оголяем рабочие места. Выход только один. Снижать стоимость энергоносителей, защищать рынок, закрывать его, пролоббировать на внешних рынках свою продукцию. Так, как делает любая нормальная страна, а не балашманная власть, которая сегодня пытается политическими какими-то спекуляциями продлить свое существование.